Доброе утро всем! С вами Жанна Платонова. Сегодня мы поговорим о том, где зарыты деньги, да, где они зарыты и как нам их оттуда достать. Давайте поделимся со связью, как вы меня видите, слышите. Спасибо, спасибо, хорошо. Второй такой момент. Пока вы тут еще последнее как бы приготовление, отключаем мобильные телефоны, берем водичку, кто не взял. Давайте напишите, кто с какого города, чтобы мы заодно немножко знакомились. Так, я тоже выключила. Вода у меня тоже есть. Хорошо, смотрите. Начнем с того, что деньги в сетевом маркетинге есть. Я думаю, никто не будет с этим спорить, потому что каждый шестой человек в мире миллионер – это выходец из сетевой индустрии. Но это круто, учитывая, сколько есть индустрии, что каждый шестой выходит отсюда. То здесь это кузница миллионеров сетевой маркетинг. И мы с вами находимся в правильном месте. Вот это первый такой наш позитивный момент, очень позитивный. Второй момент. Если здесь кто-то зарабатывает деньги, почему бы эти деньги мне не зарабатывать, при том, в том размере, в котором можно на самом деле. Это второй позитивный момент. Третий. Я предлагаю, что мы сегодня с вами вместе разберемся, где же деньги в Жанэс Глобал. И четвертое, самое важное, это потом ваши последующие действия. То есть вам нужно будет на практике реализовать эти знания и применить. Потому что знать, где деньги и иметь их, это не одно и то же. Всегда, когда я, допустим, бываю чем-то недовольна, не совсем довольна, еще что-то. Я, знаете, я всегда себе говорю так, Жанна, ну хорошо, ты можешь находить хоть кучу оправданий сейчас, кучу каких-то важных факторов, начиная от мировых кризисов и заканчивая там отношениями в семье со своими партнерами и все. Но вопрос же в другом. А что у других людей, у которых есть эти деньги, которые берут эти деньги вот в этом колодце, вот в этом ящичке, если они здесь берут деньги, они что, не в тех же условиях, у них нету кризисов, у них нет семьи, у них нету отношений, у них нету еще чего-то. Поэтому, дорогая моя, закрыла свои все оправдания. Еще раз тогда разберись, если ты не поняла где, и бери, и копай. Чем мне нравится маркетинг-план Жанэс Глобал, скажу вам сразу. Я сама по специальности экономист, я умею анализировать, я аналитик, я действительно ничего не делаю, не анализирую. Я каждый божий день, вечером анализирую свой прошедший день, с кем я разговаривала, как я разговаривала, в каком моменте я могла бы по-другому говорить с человеком, вот, и быть более продуктивным, вот, в конце дня. То же самое касается всех действий. Поэтому я маркетинг-план Жанэс Глобал проанализировала, как говорят, вдоль и поперек. Я не люблю, когда сетевики вообще сравнивают свои маркетинг-планы. Когда мне сетевик говорит, давай сравним маркетинг-планы, я знаю, я чувствую, что он слабак. Почему? Потому что на самом деле маркетинг-план на листике, вот, теоретически, да, вот, и условия, в которых он посажен и произрастает, имеют очень большое значение, понимаете? Можно на бумажке написать все, что хочешь, точно так же, как и на заборе, да? Но если то, что написано, оно не будет посажено в плодотворную почву, ничего с этого не будет. Поэтому любой маркетинг-план, его надо рассматривать в совокупности с другими остальными факторами, то есть вот с этой средой, с этой почвой, где он должен произрасти, начиная от того, с каким это продуктом будет, на каких рынках это будет работать, какая логистическая поддержка, какая медиаподдержка и так далее, и так далее. Вы согласны со мной? Если да, то ставьте, пожалуйста, семерочки. Замечательно. Следующий момент. Если взять вообще, то в сетевой индустрии в целом есть такое понятие, как где-то 60-70% от объема товарооборота уходят на вознаграждение дистрибьютора. Практически все компании вот в этом плане в равных условиях. Если какая-то компания декларирует, что она может отдавать в сеть больше, чем 70%, то есть 80-90%, вы знаете, тогда задайте себе вопрос. Или сразу вы увидите этот ответ, он будет на поверхности, что это финансовая пирамида. Или это будет скрытая какая-то ситуация, но как минимум эта ситуация вам покажет, что там, наверное, такой дешевый какой-то копеечный продукт, что он стоит 3 копейки, да, 3 копейки. И вот поэтому фактически людям ты предлагаешь барахло, зарабатывая на этом какие-то свои деньги. Это плохо. В этом плане вот мне нравится Жанес Глобал. Знаете, почему? Потому что на самом деле это очень глобальная, замасштабированная компания. Компания, которая работает на 150 стран мира уже. Компания, которая имеет на все континенты логистические платформы. И компания, которая имеет большой штаб-квартиру в Орландо, да, я там была, наши партнеры там были, мы видели. Ну да, красиво, круто, но я не скажу, что это какие-то там миллионные площади, вот, бездумно незадействованные. То есть вот эта вот административная как бы надслойка, да, вот я как бухгалтер, как экономист, это сразу защелкала, просчитала. Потому что административный ресурс, он тоже ложится на то, что остается, да, на прибыль. Так вот, компания, которая имеет 150 стран филиалы, она, естественно, по копеечке, это ложится на каждый филиал, на каждую страну, на каждое представительство, условно говоря, на каждый регион. И поэтому здесь компания, на самом деле, ее административный ресурс, он практически на нас с вами, он не сказывается на наших доходах. А представьте себе компанию, которая работает там, на пяти странах, на десяти странах. У нее точно так же есть административный ресурс, точно так же есть ресурс программистов. И это все ложится вот на эти маленькое количество рынков. Конечно, тогда приходится забирать эту львиную долю или у дистрибьюторов, или у продукции. То есть продукция будет дешевая и парохло. Это так, чтобы вы понимали немножко, насколько с этой точки зрения вот это масштабирование компании на 150 стран мира, это вот та почва, почва, которая позволяет маркетинг-плану, который задекларирован, мы сейчас о нем будем говорить, прорастать очень продуктивно. Именно этот маркетинг-план позволил, что на сегодняшний день в компании уже более 400 миллионеров. То есть для сетевой индустрии это очень хороший показатель, хороший показатель. А для нас с вами это хороший стимул. Если кто-то это может, значит, сможем с вами и мы. Вот и все. Поэтому, если вы готовы, мы сейчас приступаем. Еще хочу сказать, никогда не рассматривайте и не сравнивайте с кем-то отдельные виды доходов. Никогда. Потому что это заведомо проигрышная ситуация. Только по совокупности. Потому что наш маркетинг-план, он имеет шесть основных видов дохода. Мы сейчас будем об этом говорить. И рассматривать свою пользу, свою выгоду нужно только по совокупности. Вы можете преуспеть в одном виде дохода. Вы можете в двух. Вы можете в трех. Какой-то может быть для вас там лидирующий, а другие меньше. Вы можете во всех шести видах доходов. То есть практически за одно и то же потраченное время, это вот отличительная черта вообще сетевой индустрии от традиционного бизнеса. Когда вы разговариваете с человеком традиционного бизнеса, самый лучший момент, который можно сравнить и показать человеку, это вот этот слайд. И ты говоришь человеку, ты за единицу времени сколько видов дохода можешь взять? Вот ты будешь лопаться, ты будешь напрягаться, ты будешь вот просто пустеть вот так вот. И ничего, ну максимум ты может быть сможешь, ну там знаете как, санитарка еще на полставки совмещает санитарку там, ну качество страдает. Правильно ведь там? Или еще что-нибудь. Или продавщица вместо одной, вместо двух единиц одна, тогда какое качество обслуживания. То есть это все не то. И вот я когда разговариваю с традиционщиком, я вот этот слайд показываю, да? Пусть он всегда будет у вас где-то в телефоне. И ты говоришь, смотри, вот за одно и то же время шесть видов дохода. Самый простой доход, который существует в традиционном бизнесе, это прибыль от розничных продаж, да? Второй – это бонус за то, что ты привлекаешь новых людей. Третий – это классный вид дохода, за которым мы приходим в сетевой маркетинг, это командные комиссионные. Потому что на самом деле деньги, большие деньги, они находятся в сети. Кто согласен со мной, ставьте 12. Если у тебя есть у меня сеть традиционных магазинов, сеть традиционных магазинов, ты будешь на плаву. Даже в условии кризиса ты будешь на плаву, понимаете? А если у тебя 1-2 магазина, это ни о чем. Кто может сегодня прыгнуть в какой-то вагон и построить сеть магазинов, я думаю, что они не ходят по таким вебинарам, как наш. Они далеки, в лучшем случае, это наши хорошие клиенты. То есть у них давным-давно их мозгоориентация на другие направления. Не потому, что они не принимают сетевой маркетинг, они в свое время взяли другой ориентир сети. Это вот какие-то там традиционные магазины. А здесь на самом деле ты можешь себе создать бесконечный поток денег, строя сеть. Это называется командные комиссионные. И опять же здесь в отличие от традиционного бизнеса, никогда не забывайте сравнивать при разговоре с человеком, что там их доход все равно ограничивается. Количество этих магазинов, количество этих филиалов, площади торговой. То есть есть ограничения, вплоть до того, что количество рабочего времени, которое ты можешь уделять. Здесь же это безграничный доход. Безграничный доход, особенно когда маркетинг-план построен на бинарной платформе, как у нас. Когда они что-то говорят, я не люблю бинары, я говорю, значит, ты просто не знаешь бинара. Ты знаешь что-то худшее из бинаров. Бинар Джанес – это что-то эксклюзивное. Здесь нет сгорания баллов. Здесь нет обрезания. То есть вот все, что после тебя, все магазины, которые открылись после тебя, все, что создаст после того, как ты пришел, это все твой товарооборот. Это все твой товарооборот. Даже уже если ты давным-давно к этому не прикладываешь никаких усилий. То есть люди уже создают свой бизнес, но они в твоем товарообороте. Это называется командной комиссионной. Вот это крутая вещь, понимаете-ка. За то, что ты работаешь с людьми, за то, что ты помогаешь людям создавать их товарооборот, ты получаешь лидерский бонус. Четвертый. Пятый – это стимулирующий бонус за привлечение новых людей или за то, что ты со старыми хорошо работаешь. И шестой – премиальный фонд для бриллиантов. Шесть основных видов дохода. Компании 10 лет. Компания ни разу не меняла маркетинг. Знаете, одной из исключительных особенностей сетевых компаний, чтобы вы знали, есть удержание маркетинг-плана без изменений. Какие бы ни были ситуации, вы поймите правильно, у компаний тоже бывают всякие ситуации. Потому что то, что делаем мы, мы с вами строим сеть. То, что делают они, они помогают нам строить сеть, и они держат большую традиционную такую вот платформу, да, для того, чтобы нам это было легко. А традиционный бизнес всегда подвержен каким-то колебаниям. То есть у них это больше традиционная часть, что делают они. И как бы там ни было, за 10 лет ни разу нам маркетинг-план не меняли. Ни разу. Вот, мало того, учитывая, что последние годы мир все-таки находится в определенном кризисном состоянии, компания практически, мне кажется, последних два года – это точно, все время идут какие-то бонусные промоушены. То есть денежные промоушены на бонусы, на премиальные, да, это как бы не задекларированный маркетинг в плане доход. Он как бы не есть такой обязательный, который я могу там точно сказать человеку, что он будет каждый месяц, но фактически, практически каждый месяц. То есть компания, она прекрасно понимает, что в кризис работать дистрибьютором тоже где-то может быть тяжелее. Она поощряет. Ну и бонус на путешествие. Бонус на путешествие – это, опять же, за тот же самый объем. Два раза в год ты можешь путешествовать в подарок от компании, притом по очень крутым курортам, по очень крутым гостиницам. Знаете, можно и за свои деньги поехать. Можно и за свои деньги куда-то, я не знаю, там, отправиться в круиз или еще что-то. Но если вы посмотрите путешествия компании, зайдите на главной странице, какие были путешествия компании за последние 5 лет, там, есть какой блог, я не публикую. Это всегда самые-самые крутые отели мира. То есть для них, для компании, это как бы дело чести. Дело чести. То есть если мы проводим мероприятие, то это должен быть самый крутой отель города. Если это путешествие, то это самое крутое путешествие. И вот вы тоже можете это все получать, делая одну и ту же работу, то есть улучшая свою работу, улучшая свою продуктивность, повышая свою эффективность, получать еще вот эти дополнительные бонусы. Если на этот момент вам все понятно и вы готовы рассмотреть все-таки эти виды дохода, каждый по отдельности, ставьте 15, мы будем двигаться дальше. Так вот, пока вы ставите, я вам хочу сказать еще раз, смотрите, посмотрите на этот слайд. Фишка Джанес, сила Джанес, это в гармонии, в балансе этих видов дохода. Ну, говори про эти шесть основных. Почему? Потому что здесь, мы сейчас будем каждую поддельность рассматривать, но вы уже должны быть готовы к этому. Здесь новичок может сразу хорошо зарабатывать. То есть здесь есть возможность для новичка. Здесь есть возможность зарабатывать товарные, командные комиссионы, когда ты строишь сеть. То есть ты еще не биг босс, ты еще небольшой лидер. Ты еще, может быть, там не получаешь повышающих бонусов, ты еще не дошел до бриллианта, но ты уже можешь зарабатывать командные комиссионы, а потом и лидерские бонусы. То есть ты уже среднего уровня развития в бизнесе. И ты тоже можешь здесь зарабатывать. И ты уже вышел на высокий уровень, и ты зарабатываешь вот эти вот всякие бонусы бриллиантовые и так далее. Смотрите, это о чем говорит. Ты можешь остановиться на первом этапе и хорошо зарабатывать всегда на прибыли от розничных продаж и на доходе от привлечения, на первых двух доходах. Ну, так вот пошло тебе так, что тебе вот как-то ложатся вот конкретный контакт с человеком, заработал на нем и следующего, следующего. Вот не твое, не хочешь, не ложится тебе вкладываться в людей, развивать сеть. Ты можешь на этом тоже неплохие деньги зарабатывать. И мы сейчас посмотрим. Ты пошел дальше, и ты зарабатываешь тогда командные комиссионные, лидерские бонусы повышающие. Ты уже, может быть, не так зарабатываешь на первых двух видах дохода. Пожалуйста, не вопрос. Или ты нашел себя в биг-восте, в биг-лидере, и ты пошел, пошел как трактор без остановки, как ракета, ладно, трактор медленный, но как ракета без остановки к этому бриллианту, и ты зарабатываешь бриллиантовый бонус. Понимаете как? Или все вместе взяты? Здесь любой человек, в зависимости от того, насколько в тебе развиты лидерские амбиции, насколько в тебе вообще жизненные амбиции развиты, насколько ты готов трудиться, насколько ты готов к креативности, к инновациям, насколько ты готов признавать ошибки и не попадаться на месте, насколько ты готов ломать себя, ну, в хорошем смысле, модернизировать себя в коммуникации с людьми и строить отношения с людьми по-новому. От этого всего зависит, на каком виде доходов ты будешь лидирующим или на всех вместе взятых. И вот это и есть фишка Джанесс, потому что здесь любой человек может найти себе применение. Мало где есть маркетинг-планов, практически я не знаю. Я часто анализирую другие маркетинг-планы, потому что мне предлагают. Если там хорошо по первым бонусам, по привлечению, по рознице, то, извините мне, по всем остальным, ну, в общем, ниже плинтуса все, понимаете как? Хотела сказать такое не очень хорошее слово. Или наоборот, классно там платят в каком-то командном бонусе за привлечение, вот так вот, понимаете? И это плохо, потому что какая-то часть людей, она не будет себя находить, она будет уходить. Именно потому это феномен Джанесс, что Джанесс столько лет лидирует во всех позициях, во всем, это потому что здесь балансированный маркетинг-план. Просто четко поймите, в чем вы сильны на сегодняшний день. Развейте это качество, да? Усильте его, потому что вам нужны деньги уже сегодня. А потом разберитесь, как вы можете другие бонусы тоже сделать так, чтобы они работали на вас. Сам по себе маркетинг-план, он не будет работать на вас. Это вы должны с ним подружиться. Это вы должны прочувствовать его, понять, в чем вы сильны, и вот туда бить в первую очередь. Понимаете как? Если ты силен сегодня... Начинаем давайте разговаривать по бонусам, и вы поймете, что я хочу сказать. Если ты сегодня силен в розничных продажах, да, есть такие люди, есть и будут. И всегда в сети будут люди, которые будут продавать, и их это будет устраивать. Но самый большой продавец, у него есть предел. Вы знаете, я знаю продавцов, которые зарабатывают тысячу долларов в месяц на продажах, но надо покрутиться очень хорошо. А вот уже выйти на 2-3 тысячи долларов от продаж сложновато, потому что, хотя, Джанесс, это возможно. Наша наценка – это где-то 30-40%. Вы можете взять тюбик чего-то, продать кому-то, заработать 30-40%. Если вам, у вас эти тюбики лежат в шкафчике, и если этот человек придет к вам, или вы к нему придете. В чем фишка Джанесс? В чем сила Джанесс? В чем мы отличаемся круто от остальных в розничных продажах? В остальных сетевых компаниях, вот розница есть такая, вот как я вам рассказала. Взял баночку, встретился с кем-то, продал, заработал. Мы не такие. Мы круче, потому что у нас это можно делать через реферальную ссылку. 3W, название вашего магазина, jannessglobal.com, и вы продаете точно так же по рознице, через интернет-магазин уже ваш на сайте компании, и зарабатываете эти же 30-40%, и вы не ограничены, сколько баночек у вас дома стоит, вам вообще не надо этого иметь. И вы не ограничены, где живет человек, и можете вы с ним встретиться или не можете. И мало того, вам даже не надо заморачиваться, что вам надо сбросить свою карточку, чтобы он вам на карточку деньги перевел, или еще какие-то тонкости, куда доставить, как доставить. Здесь компания возьмет оплату, здесь компания отправит товар человеку, конечному потребителю, и вам вашу разницу 30-40% кинет ваш электронный кошелек. То есть на самом деле, вот только на одной этой рознице можно зарабатывать очень большие деньги. У нас есть в команде партнер, он имеет несколько видов деятельности, и один из них это Джанесс. Вот Джанесс он построил как раз вот на этой рознице, понимаете, он построил на рознице, он хорошо инвестируется в рекламу, потому что реклама будет тогда на тебя работать, когда ты инвестируешь не стоить, не 200 долларов в месяц, он хорошо инвестируется в рекламу, и у него очень хорошо идут розничные продажи, притом по всему миру. Вы можете на этом одном сконцентрироваться и уже зарабатывать. Даже не 1000 долларов в месяц, если вам это нравится, или наоборот, если вы в этом сильны, понимаете, вот если вы в этом сильны, сконцентрируйтесь на этом, начните зарабатывать деньги на этом, а потом потихоньку вы придете к построению команды, понимаете-ка. Делайте то, что в первую очередь вам легко дается, то, что вы умеете, в чем вы экспертны, и в чем вы можете действительно создавать быстрый товарооборот для того, чтобы обеспечить свою жизнь. Мы сюда приходим не для того, чтобы всю жизнь работать, чего-то делать, и непонятно, когда что иметь. Да, Андрей вот написал про этого партнера, в ноябре у него было пятое место в Европе по розничным продажам, то есть он занял пятое место. Так если человек, который не на 100% в бизнесе, ребята, он не на 100% в бизнесе, Жанесс, у него есть другие бизнесы. Он просто силен в том, что он организовал вот такую вот розничную продажу с помощью рекламы. К сожалению, жалко, да, что он не идет дальше, но не видит он в этом свои потребности, в этом ценности, он там не строит команду. Ну, не вопрос, не вопрос этого, он хочет на этом зарабатывать. Это крутая фишка, Жанесс. Вы не найдете ни одну сетевую компанию, которая может вам это позволить. Точно так же с помощью даже реферальной ссылки вы можете создавать в вашей реферальной ссылке лояльных покупателей, которые покупают со скидкой 25%. Но этот лояльный покупатель, он уже привязан к вам, он уже появляется в вашей отчетности, все, вы уже можете с ним дальше контактировать. Здесь вы имеете чуть меньше комиссию от компании, где-то вы имеете 5-15%, но это такая крутая маркетинговая фишка от компании, которая, наоборот, помогает вам строить бизнес. То есть она не забирает у вас деньги. Человек покупает чуть дешевле, он более благодарный, и компания будет уже ему вместо вас, вот этому лояльному, компания вместо вас будет ему присылать всякие предложения, акции, еще что-то она будет ему слать. То есть она будет его привязывать, привязывать, но он уже привязан к вам, то есть она еще больше будет привязывать его к вам и к бренду Жанесс. И так же компания будет ему передач Israeli предлагать стать партнером, то есть открыть интернет-магазин. Это уже будет идти вместо вас. Смотрите, я вам только сейчас с вами поговорила об одном источнике дохода, о первом прибыли от розницы. Понимаете как? Об одном источнике дохода, и я могу о нем еще полчаса говорить и вытаскивать, вытаскивать всякие плюшки и вкусняшки, связанные с этим видом дохода именно в Джанесс. Вы просто должны обожать то, что у нас есть. Вы должны любить то, что есть, и тогда вы сможете все, что угодно продать. Понимаете? Но так как у нас время все-таки ограничено, еще, может быть, какие-то вопросы будут, поэтому я иду дальше. С этим видом дохода понятно. Второй вид дохода. Ну, например, как заработать свою первую тысячу долларов на рознице. Вы видите, оптовая стоимость сыворотки 90 долларов, розничная 125, прибыль 35 долларов. Для того, чтобы вам заработать тысячу долларов, нужно продать 29 сывороток. Конечно, сделать 29 контактов с людьми и продать им по одной сыворотке, это нужно быть большим любителем. Ну, как в моем понимании, я как-то тоже не по этой части, да. А вот с помощью интернет-маркетинга, с помощью международного сайта компании, то, о чем я раньше говорила, когда вы можете одновременно разослать информацию во много стран, во много регионов, закинуть это все. И вы можете легко это сделать, эту продажу за неделю, за две. Вот это мощь сайта компании «Джанес». Вручную, вот то, что в других компаниях, бегать с баночками, это, я не знаю, высунешь язык, упадешь на пороги и вообще захочешь этих денег. Здесь действительно с помощью нашего мультимедийного сайта, нашей логистики на 150 стран и немножко ваших усилий по продвижению этого направления, можно и за неделю эти деньги зарабатывать вот на рознице. Очень круто. Кто со мной согласен, ставьте, что там у нас дальше, 17. У нас с вами есть такой бонус, как за привлечение новых партнеров. Это уже как, с одной стороны, это вроде как разовый бонус, ты привлек, ты заработал, но с другой стороны, это уже основа для построения сети. Это вот что-то переходящее между розницей вообще и между построением сети. За то, что ты привлекаешь человека, который взял набор продукции по той же цене, что и ты берешь, то есть по оптовой цене, компания с тобой делится прибылью. То есть здесь деньги не забираются ни у человека, ни у кого-то. И здесь это идет с прибыли компании. То есть компания делится с тобой прибылью. Это, условно говоря, если бы компания заплатила какой-то рекламной фирме, там за бигборды, за рекламу в журналах и так далее, и так далее. Здесь этими рекламоносителями являемся с вами мы, поэтому компания с нами делится частью своей прибыли. Каждый раз, когда вы привлекаете нового человека, в зависимости от того, какой он взял пакет, базовый пакет, который имеет 100 серий, мы о них чуть позже поговорим, вы зарабатываете 25 долларов. Оптимальный пакет, который имеет 300 серий, вы зарабатываете 100 долларов в премии. Джамбо большой пакет 400 серий, вы зарабатываете 200 долларов. Джамбо годовой, который имеет 400 серий плюс 11 месяцев активации вашего магазина, очень крутой пакет. Вы зарабатываете 200 долларов. Красный выделено где больше? Больше на амбассадоре. Он дает 500 серий в сеть. И есть такой классный сейчас апрельский амбассадор. Я бы, конечно, хотела, чтобы он остался и на дольше. Он дает в сеть чуть меньше 315, но это не страшно, потому что бонус за подписание 400 долларов. Кому нравится бонус 400 долларов? Кто готов побольше этих бонусов взять в апреле? Это очень круто. Это очень круто на самом деле. Пакет, который стоит 1100 долларов, из него компания 400 отдает тебе. То есть практически всю свою прибыль компания отдает. Чтобы вы понимали. Всю вот эту вот разницу компания отдает нам. Мешок бонусов, это точно. И есть еще сборные пакеты, что мне очень нравится. Джанес, это тоже не в каждой компании. Даже не знаю, есть ли у кого-то. Это вы можете сами собрать. Ваш покупатель может сам создать себе пакет с того, что ему нравится. И в зависимости от того, насколько CV собран пакет, вы будете иметь там 10, 12 или 15 процентов стоимости пакета без НДС. То есть тоже практически будут те же где-то бонусы, как уже от готового пакета. Что еще очень приятное у нас в этом месяце, если вы обратили внимание, у нас появились шикарные стартовые пакеты по наборам продукции, по направлениям, по направлениям вопросов, которые затрагивает продукция. Если это, например, кожа, если, например, это волосы, то здесь будет не только наше шикарное средство РВЛ для волос, но еще будет обязательно наш коллаген на АРА. Если это кожа, то тоже будут средства по уходу за кожей. И тоже, например, наш коллаген на АРА. Мне очень нравятся эти пакеты. Я благодарна тем людям. Я знаю, кто к этому имеет отношение. Я очень благодарна, что кто-то потрудился, кто-то услышал и сделал. И мы с вами все должны быть просто счастливы от того, что нам стало намного легче, потому что правильно сформированный пакет, правильно сформированный пакет, он помогает нам легче человеку дать предложение на его потребность. Знаете как? Когда человек, а ты услышал его потребность, мы сразу «на тебе, пожалуйста». Ага, «на тебе, пожалуйста». Так вот, вот эти бонусы вы можете получать неограниченно. Подключайте людей всю жизнь и получайте. И можете только на этих бонусах стать счастливыми и даже миллионерами. Если это ваш конек, если вам это нравится. Поверьте, есть люди, которые легко рекрутируют и подписывают. И если у вас это легко получается сегодня, создайте свой маленький базовый капитал именно на этом. Поверьте, ребята. Проявите вот здесь свою экспертность и покажите, что вот даже здесь на одном виде дохода можно зарабатывать крутые деньги и не одну тысячу долларов. Итак, как быстро заработать свою первую тысячу долларов? Ну, понятно. Если вы будете подписывать базики, с каждого базика вы зарабатываете по 25 долларов бонус, если помните, то вам нужно 40 человек подключить. Если это оптимальный пакет, вы с него с каждого зарабатываете 100 долларов, то вам нужно 10 человек. А если это уже, конечно, Джамбо или Амбассадор посольский, который, то вам достаточно 4-5 человек, и вы уже заработали тысячу долларов. То есть однозначно. Знаете, как говорят, умный не тот, кто умеет, богатый не тот, кто умеет зарабатывать, а тот, кто умеет тратить. А я вот перепразировала так. Умный не тот, кто умеет вкалывать, а кто умеет мудро работать. Понимаете? Много работать – это неправильно, надо умно работать. Так вот, умно работать – это потратить свое время, свой час. Вот сейчас мы с вами тратим час. Поверьте мне, я готовилась к этому. Я очень хотела, чтобы он для меня прошел продуктивно и для вас. Я не понимаю, как можно час потратить ни на что, на бла-бла-бла, на какие-то разговоры, ни на чем, на какие-то рассуждения, на какие-то обсуждения, на какие-то там, я не знаю, эмоции. Зачем? Если тебе хочется ничего не делать, просто полежи, почитай книжку, посмотри телевизор или посмотри на Луну, например. Но если ты уже этот час определил, что ты будешь работать, делай его продуктивно. Или рекрутируй людей, или продавай продукт, или работай с командой, ну, продуктивно с командой работай. Вот здесь я хочу очень отдельно сказать. Проанализируйте ваши рабочие моменты с командой. Вот вчера у вас было, допустим, какое-то, позавчера у вас что-то было с командой. Я, например, каждый тренинг свой анализирую и думаю, так, хорошо, вот тут, да, действительно что-то вот даже какая-то десятая, там, пятнадцатая часть была продуктивна для команды. Пусть даже зашло, это третья часть людей, понимаете? Тогда я считаю, что я не зря этот час потратила. Вот старайтесь быть продуктивнее. Вот каждый ваш час должен быть продуктивным. Не тратьте время непонятно на что. И вот тогда вы начнете действительно понимать, что чуть-чуть надо добавить профессионализма, экспертности. И вы будете продавать пакеты, которые вам быстрее дают вам первую тысячу долларов. Вы будете продавать амбассадоры, джамбо, понимаете? Все равно вы то же самое время тратите. И у людей есть деньги, есть деньги. Тот, кто может на базик достать деньги, тот достанет и на Суприм, и на амбассадор. Вопрос только в том, как вы поработали. Да, не все одинаковые. Кто-то это сделает быстрее и легче, кто-то тяжелее. Но, значит, тот, кто не достал эти деньги, не достал, то однозначно вы не сумели продать преимущество. Если вы не сумели продать преимущество, вы не расстраиваетесь, вы себя похвалили за то, что вы продали базик, и сели, и именно на примере этого человека разобрались, почему вы не смогли продать преимущество. Может быть, даже пообщались с ним. Уже же можете пообщаться, он уже партнер. И задали ему вопрос. Скажи, пожалуйста, и все-таки, почему вот базик, почему вот что-то тебе не хватило, чтобы принять решение. Самое первое, что будут люди говорить, они будут говорить про деньги. Но деньги – это ширма. Вы знаете, это ширма. На самом деле, есть другие какие-то глубинные моменты, и как только быстрее вы их поймете, все лучше будет происходить. Потому что, да, бывают всякие, бывают и финансовые ситуации. Но тогда человек говорит, слушай, безумно хочу, амбассадор, беру сейчас базик, и включаю работу, давай мы с тобой за месяц сделаем так, это тебе человек этот говорит, давай мы с тобой за месяц сделаем так, что я сделаю апгрейд, я сделаю апгрейд, но я понимаю, что амбассадор – это круто. Амбассадор – это круто, потому что с помощью амбассадора быстрее строится бизнес. Поэтому это такое маленькое, знаете, отступление от этого вида дохода, но я хочу, чтобы вы понимали, что вот ваша возможность зарабатывать на этом виде дохода, она в ваших руках, понимаете? Она не в руках маркетинг-плана, обстоятельств кризиса или карантина, она в ваших руках, ребята. Обязательно каждую продажу анализируйте, находите свои слабые места и делайте их более сильными. Не думайте, что у человека не было денег, поэтому он так купил. Нет, это вы не смогли продать. Не ругаем себя, мы хвалим, все равно ты что-то продал, но ищем слабое место и делаем его сильным. Командные комиссионы, третий вид дохода. Помните, я про него говорила, что я вообще пришла в этот бизнес вот на этот вид дохода, на комиссионной командой сразу. Я не сильно розничный продавец, хотя, в принципе, времени не хватает, можно было бы тоже задаться целью и вот этот первый вид дохода поставить на какой-то определенный рекламный автомат. Но я просто, у меня видение такое, что вот в третьем виде дохода это то, зачем я сюда пришла, это неграничные возможности. И я трачу свое время вот именно на это. Но я понимаю, что я не построю, не создам себе вот ту сеть, с которой буду зарабатывать командные комиссионы, если я не буду сконцентрирована на втором виде дохода, на бонусе за привлечение. То есть я должна поначалу много-много привлекать людей. Я должна создать то количество ключевых людей, с кем вот такую сеть, как здесь нарисована и так далее, и так далее, я создам. Я ее не создам сама, я ее не создам с двумя человеками. Это должно быть определенное количество ключевых людей. И вот, соответственно, для этого я, конечно, максимально реализую возможность бонуса за привлечение. То есть я привлекаю людей, мне за это платят, почему бы и нет. Но все это я делаю для того, чтобы построить эту сеть. Но даже тогда, когда у вас уже есть сеть, которая сегодня вас кормит, ну, может быть, вас устраивает тот доход, который у вас есть. Никогда не прекращайте подключать новых людей. Никогда. Один-два человека в месяц это должна быть норма. Потому что никогда в мире нету ничего стабильного. Ты никогда не можешь знать, что произойдет завтра, что завтра решат люди и так далее, и так далее. Подключая каждый месяц одного-двух новых людей, это для тех, у кого уже вот третий фунт работает неплохо. Подключая каждый месяц одного-двух новых людей, ты себе обеспечиваешь бесконечную, как бы сказать, подушку финансовую, да, в том, что твоя жизнь будет в безопасности, то, что у тебя будут всегда, будет доход, потому что в твоей команде всегда есть люди, которые точно так же хотят то же, что и ты. Так вот, командные, комиссионные – это когда у тебя есть два человека, один справа, один слева. Вот вы пригласили два человека в этот бизнес, и вы уже можете получать этот вид дохода. Да, классно. То есть у вас доступ открывается к этому виду дохода, когда вы пригласили два человека. Потом эти люди, они дублицируют вас, они делают то же самое, тоже кто-то два, кто-то три, ты там четвертого, помните, как я сказала, в принципе, мы не прекращаем. И вот эти люди размещаются слева-справа, слева-справа, потом у каждого тоже есть свое слева-справа, и такая красивая виноградная грозь, которая называется сеть. Наша единица работы, за что нам платят деньги, то есть наша единица измерения, за что нам платят деньги, называется CV, потребительская стоимость продукции, CV. Каждый раз, когда с одной стороны у нас 600 CV, а с другой 300, вы зарабатываете 35 долларов. То есть пришел человек, он подключился под вами, потом от того, который под вами, пришел следующий человек, от того следующего, следующий, и так до бесконечности. Уже приходят люди, покупают пакеты, делают какие-то разовые покупки, кто-то зашел купить себе там сыворотку, кто-то витамины, кто-то протеин, кто-то еще что-то. И вот эти интернет-магазины, которые все под вами, все под вами, эти витамины, эти магазины, которые все под вами, они имеют право жить, они живут своей жизнью, но создают тебе твой товарооборот. Это так круто. Я говорю, я люблю каждого человека, кто открыл свой интернет подо мной. И не важно, он строит бизнес такой же, как и я, или может быть, он раз в полгода делает покупочку на 60 CV. Потому что каждый человек, создавая какой-то объем в своем магазине, делая какую-то покупку для себя любимого, он вот эти CV приносят в мою корзинку. А так как здесь нет ограничения, нет сгорания баллов, нет сгорания баллов, то я, соответственно, получаю эти 35 долларов. Для того, чтобы баллы не сгорали, чтобы они накапливались, есть одно маленькое условие. Вы должны, ваш личный магазин, он должен быть все время активным. То есть раз в месяц вы должны сделать какую-то закупочку на 60 баллов. Но я вам скажу точно, как экономист, как главный бухгалтер, это очень правильное маркетинговое такое примечание. Почему? Потому что если ты хочешь получать с общего, с общей корзины, пожалуйста, положи что-то в эту корзину. Понимаете так? Вот. И, соответственно, вы можете получать так вот командные комиссионы. Максимально, что вы можете заработать командных комиссионных, есть ограничения здесь. Это 26 250 долларов в неделю. Больше нет. Потому что, да, бинар, он имеет такое ограничение. Но я думаю, никто из вас не расстроится, если 20... Но это не означает, что остальные баллы сгорят. Они просто позже вам начислятся. Они не сгорают. Это не так, что, знаете, вот 26 тысяч долларов получил, остальные баллы сгорели. Просто позже ты их выберешь. Скажите, пожалуйста, кто бы из вас расстроился, если бы получал 26 тысяч, остальные позже. Это кого-то бы сильно расстроило. Есть такие здесь у нас? Нету, да? Мне подходит. Вы знаете, мне тоже. Мне тоже. Поэтому это очень классный вид дохода. Он сильно мотивирующий. В принципе, не сложный. Ты рекрутируешь людей, получаешь бонус за каждого подписанного человека по второму виду дохода. И ты строишь сеть. То есть ты одновременно получаешь уже два вида дохода. Но есть очень интересная плюшечка у нас. И она очень крутая. Потому что, если вы умеете считать, смотрите, 26 250 в месяц, в неделю, это где-то в месяц 112 тысяч, да? А как же так, если что у нас в компании есть люди, которые зарабатывают в месяц по 200 тысяч, по 300, по 500, даже некоторые по миллиону дорого. В чем же вопрос? Это что, они столько рекрутируют? Если на командных, комиссионных ограничениях? Нет. Есть четвертый вид дохода. Лидерские бонусы. И это настолько крутой вид дохода, что он по своим деньгам, он может превысить вот этот третий вид дохода. Это, знаете, как пассив на пассив. Пассив на пассив. Сейчас позже о нем скажем. Вот здесь маленький пример о том, как выйти на тысячу долларов уже не от подключения пакетов, а от создания сети интернет-магазинов по циклам. Вы здесь видите простую математику. Стоимость цикла 35 долларов. Значит, для тысячи долларов нам нужно 29 циклов. 29 циклов мы умножаем на 900 CV. Вы помните, стоимость одного цикла. Это значит 26100 CV. А дальше мы этот объем, это общий объем работы всей команды, который надо сделать нам все вместе, чтобы получить вот эти 29, чтобы я получила 29 циклов со всей командой. Вопрос, сколько должно быть у меня в команде людей, с кем я это сделаю? Это такой самый ключевой вопрос. И очень вот эта картинка, она помогает традиционщику. Понимаете, когда вы разговариваете с традиционщиком, он спрашивает, а где деньги? Я так и не понял, как здесь зарабатывать. Вот показываешь вот на этом примере, ребята. Вы просто некоторые файлы должны просто иметь сфотканные. И когда вы разговариваете с традиционным человеком, показывайте ему на примерах. Понимаете, не на теории CV маркетинга, а на примерах. Я всегда говорю так, я люблю в команде всех, я люблю в своем товаробороте всех, даже того, кто делает 67. Но я ориентируюсь на тех, кто делает хотя бы какую-то работу, которая касается бизнеса. Я считаю, любой нормальный человек, помните, я вам говорила, должен месяц, неважно, даже если у тебя большая уже сеть, рекрутировать одного, одного, два новеньких человека. Но возьмем, что вы рекрутируете в месяц на 500 CV. Это такая минимальная норма, ребята, которая просто необходима для построения бизнеса, если вы хотите построить бизнес. Если вы не будете каждый месяц кого-то рекрутировать, то вы его не просто не построите. Новичку, допустим, можно эту норму усилить, потому что у него нет команды, у него нет куда отвлекаться, то есть у него большая энергия, ему хочется быстрее, быстрее, быстрее. Поэтому возьмем в среднем, что каждый человек из тех, которые строят с вами бизнес, пусть он в месяц рекрутирует на 500 CV. Итого получится 52 человека вам нужно в команде. Это немного. Создать команду 52 человека, которые будут, которые, и этот товароборот уже будет давать вам пассивный доход тысячу долларов, это очень классная фишка, Джанес. Это классная фишка, это небольшой объем. Смотрите, самое сложное, скажу сразу, выйти на доход тысячу долларов. Хотя это не, вы видите, просто все. Ну, скажем так, самое сложное. Но как только вы выходите на пассивный доход тысячу долларов, дальше уже идет неконтролируемый рост. Вы легко переходите на 3. То есть вы не заметите, когда станет 2, у вас будет уже 3. Потом от 3 на 5, от 5 на 7, на 10 и так далее. Почему я говорю, что самое сложное? Потому что это вот тот период, когда ты создаешь свой косяк. Это тот период, когда ты вот создаешь вот тех людей, которые раскачают этот маховик, когда вот это колесо будет вот так вот крутиться, и ты уже не будешь даже контролировать, что происходит. Потратьте свое время, потратьте свою любовь, потратьте весь свой энтузиазм на то, чтобы вот эту команду 52 человека, вот таких вот классных людей собрать, понимаете? И тогда бриллианты, которые ездят, они просто будут отдыхать, потому что наша энергия, наша работоспособность, мне кажется, она любого европейца, американца заткнет за пояс. Ну, это и так. Я думаю, не обидятся европейцы, американцы, если услышат мой вебинар. Сколько же вам времени нужно для того, чтобы создать такую команду? Даже если по принципу, что каждый месяц вы приглашаете по два человека всего, то вы уже на четвертый месяц у вас будет команда 81 человек. Вы видите вот эту математику сейчас, да? Соответственно, команда 81 человек, и сейчас мы от обратного пойдем, умножим на 500 CV, это будет 40 500 CV. Разделим на вес одного цикла на 900 CV. То есть у вас будет команда, у вас будет 45 циклов. 45 умножить на 35, на самом деле у вас тогда уже на четвертый месяц будет полторы тысячи долларов пассивного дохода. Вот как это все делается. Вопрос только в том, создайте качественную команду из этих людей. Постарайтесь поначалу все-таки искать людей, подобных себе. Горите, понимаете? Горите и зажигайте тем, что вы горите. Показывайте эти цифры легко, не пытайтесь людям подать, если человек тебя конкретно спрашивает, покажи мне, где здесь деньги, сядь ему вот так вот и покажи. Объясни ему, что на примере поля засадить, на примере траншеи вырыть, а наша траншея это вот создать вот эту сеть интернет-магазинов. Вот нам надо тебе создать 52 филиала. Создадим 52 филиала с тобой вместе, вот у тебя будет пассивный доход тысячи долларов. И вы рисуете эти кружочки, и человек понимает, что это несложно. Чем проще вы будете с человеком разговаривать, тем ему понять не будет, где здесь деньги. Потому что очень часто люди, слушая наши презентации, они действительно не могут понять, где здесь деньги. Но у каждого свой порог восприятия, да, поэтому одному человеку может быть вот так вот достаточно такой слайд показать, а другому 15 минут прорисовать и провести какую-то аналогию. Проведите аналогию с тем, с чем человек уже занимается. И тогда вы действительно получите качественного, хорошего единомышленника, который легко с вами создает вот эту сеть, которая будет раскручивать ваш третий вид дохода. Ну и четвертый, лидерские бонусы, помните, я говорила, что они на каком-то этапе могут даже у вас по сумме преобладать и быть больше, чем третий вид дохода. Вот здесь ты зарабатываешь за то, что зарабатывают твои люди. Начиная, начиная от нефрита, вы видите, это карьерная лестница. Сегодня мы не говорим про карьеру, сегодня мы говорим про маркетинг-план, но четвертый вид дохода, он очень связан с карьерой. И вот как только ты становишься нефритом, а нефрит – это когда у тебя 8 человек или 8 личных или 4 специалиста. Специалист – это когда у тебя 2. Вот помните, для того, чтобы зарабатывать третий вид дохода, ты должен стать специалистом. Потом у тебя еще один специалист, потом еще, еще, вот 4 специалиста, ты стал нефритом. Вот как ты стал нефритом за 4 специалиста, тебе уже положена дополнительная добавка. Ты уже заслужил, ты уже крутой, ты уже так устал, что у тебя 4 специалиста, что тебе уже положено заплатить дополнительный бонус от дохода первой линии. Вот нефриту платят только от дохода первой линии. Следующий уровень – это жемчуг. Жемчуг – это когда у тебя личных 12 человек. Ты уже тоже очень крутой, ты постарался, ты пригласил уже 12 человек, и здесь ты уже получаешь лидерские бонусы на двух уровнях. За первый уровень 20%, за второй уровень 15%. Сафир получает от трех уровней. Сафир – это когда у тебя 12 специалистов. вы видите, Сафир получает плюсом еще от третьего уровня 10%. И начиная с рубина вы получаете до 4 уровня, за изумруда с 5 уровней, ну и бриллианты и так далее. Вы можете получать до седьмого уровня, до седьмого уровня 5%. Это вот очень круто, потому что у тебя команда растет, у тебя растет товарооборот, у тебя растет глубина, уже глубина бизнеса, ты становишься круче и твой лидерский бонус растет, растет, растет. То есть смотрите, ты делаешь ту же работу, ты строишь сеть, но у тебя добавляется еще один растущий вид дохода – лидерский бонус. Следующий вид бонуса – это стимул для удерживания дистрибьюторов, так он переводится, но я его называю повышающий. То есть если у вас 5 партнеров вашей первой линии на умной доставке, то вы зарабатываете плюс 5% еще к лидерскому бонусу. Если у вас 10 партнеров на умной доставке, то вы зарабатываете плюс 10% к лидерскому бонусу. И соответственно, вы уже, если ваша первая линия заработала 35 долларов, то вы заработали 20% от лидерского бонуса плюс 10 этих, то есть вы заработали уже 30%, 10 долларов 50. Каждый раз, когда мой человек на первой линии зарабатывает 35, мне падает 10,50. Это очень круто, очень круто, поэтому очень выгодно иметь много первых линий, очень выгодно, чтобы они зарабатывали, потому что твой бонус будет еще больше, больше и больше. Это вам как раз такой бонус за то, чтобы вы строили коммуникацию с первыми линиями, научились, чтобы вы приглашали больше первых линий. Это такой интересный момент, который уже показывает наш лидерский рост. То есть, если ты на самом деле умеешь рекрутировать, у тебя каждый месяц есть новые люди, плюс ты умеешь строить коммуникацию со своими людьми, твой этот бонус, он будет расти, расти и расти. Следующий вид дохода – это бонусный фонд для бриллианта. Как только ты становишься бриллиантом, ты получаешь 3% от общего товарооборота компании. Все. Это супер, это классно, вы видите пример. В среднем бриллианты получают, где-то вот, по этому примеру видно 150, но где-то так они получают, 150-200 тысяч долларов в месяц только бриллиантового бонуса. Поэтому я думаю, что мотивация у каждого из нас – стать бриллиантом. Никто не откажется. Ваша задача на ближайшее время – это тесно работать со своим спонсором, с тем человеком, который вас пригласил, и составить бизнес-план на 90 дней. Ваша задача, особенно сейчас, в этом месяце, когда у нас идет промоушен на специалистов, растите больше специалистов, растите больше специалистов. Если вы уже специалист, поставьте задачу к концу месяца, еще минимум 3-4 новых специалиста. Ваша задача – расти самому и строить так отношения по рекрутингу, по работе с первыми линиями, чтобы у вас всегда было 10-12 людей на умной доставке. Это главное – поставить эту задачу. Ничего не происходит с самотеком. Если вдруг в конце месяца вы зашли в свой отчет и увидели, что вам не хватило одного или двух человек на умной доставке для получения бонуса, это значит, вы не ставили цель в начале месяца, это значит, вы не проанализировали, кто у вас есть в первой линии, что вам для этого необходимо. Вот с этим человеком поговорить, с этим составить план действий. Этому, может быть, напомнить, может быть, просто ему нужно напоминать. А вот здесь у тебя прогалина, нужно срекрутировать одного-двух новых человек. И, конечно, показывайте всем новичкам выгоды пакетов «Амбассадор» и «Джамбо», потому что это основа вашего бизнеса. Вот здесь программа «90 дней». Можете себе сфоткать, у кого ее нету, и вы можете просто четко увидеть, если вы будете 90 дней идти с базик-пакетами, к чему вы придете, к такому доходу. И если вы будете идти с амбассадорами, то вы через 90 дней придете уже к пассивному доходу 3700 долларов. Вот так коротко о маркетинг-плане «Джанес». Я говорю, я могу, я вообще хотела вложиться в 30 минут, чтобы вы понимали. Не знаю, как так получилось, наверное, потому что я очень люблю наш маркетинг-план. Я безумно чувствую каждый вид дохода, потому что я каждый его получаю, я его анализирую, и я могу о них говорить, я могла бы о каждом по полчаса им рассказывать вам, как вам выгодно на этом заработать. Мой посыл в конце. Пропределитесь для себя, в чем вы сильны, начните именно на этом виде дохода зарабатывать деньги, развивайте свои другие качества для построения других видов дохода. И точно так же с новичком. Когда он к вам приходит, определите, в чем он сильный, покажи ему дорогу, в каком виде дохода он может уже в первый месяц зарабатывать хорошие, приличные деньги. Поэтому, в принципе, все. Я могу остановиться, если есть вопросы, могу ответить, но я думаю, что достаточно, было достаточно, да. Сегодня единственный мой посыл. Проанализируйте план 90 дней, построите его для себя, пропишите, и возьмите на оборужение два шикарных промоушена. Промоушен на специалистов и промоушен на бонус 400 долларов. Вот 400 долларов – это святое, это то, без чего вы будете ваш бизнес строить очень долго. Поверьте мне, такой бонус бывает не каждый месяц. Сейчас мы сидим дома, сейчас у нас карантин, кризис, все, что хотите, я не знаю. У нас столько времени для работы онлайн, запись будет, да, у нас столько времени, что вы можете очень много людей привлечь на этот бонус на 400 долларов. Смотрите, самое главное, разговаривайте с человеком на том языке, на котором он хочет. Если он хочет от вас увидеть цифры, покажите ему цифры. Если он от вас хочет аргументы, покажите аргументы. Если вы чувствуете, что ему нужна эмоция, что ему нужна мотивация, дайте мотивацию. Самое продвижное дело, это когда человек хочет эмоцию, вы ему суете цифры. Когда он хочет цифры, вы суете эмоцию. Я постаралась сегодня вам дать и эмоцию, и цифры, и мотивацию, потому что вы разные. А в принципе, если все-таки конкретно тет-тет-тет разговаривать, то можно все это сделать за более короткое время, учитывая особенности конкретного человека. Продуктивного вам сегодняшнего дня, продуктивного апреля месяца. И мы все с вами, не то что будущее, мы с вами бриллианты в недалеком будущем, в недалекое время. Потому что маркетинг работает на нас. И сегодня, как никогда. Пока-пока. С вами была Жанна Платонова. Продуктивного апреля месяца.